Пап, ты будешь медведем! Лисён, разве я похож на медведя? Я даже рычать не умею! А я тебя научу! Катя? Итак, перед вами классическая связка с сюжетом. Давайте её разберём. Заявлены три героя, а они родственники. Что вы можете сказать об их взаимоотношениях? Отношения хорошие, но сразу понятно, кто в доме хозяин. С первых секунд ясно, быть папе медведем. Итак, сценарий написан, декорация готова, съёмочная группа тоже. Как вы думаете, развьются события дальше? Я думаю, так. Полянка. На полянке домик. Перед ним накрыт столик. Из домика выходит красивая девочка. Видит угощение, радуется. А вот и нет. Фильм должен начаться с медведя. Он сначала спит, затем просыпается. Медведь голоден, он отправляется на поиски пищи. А вот потом. Домик, столик и девочка. А давайте посмотрим, как это решили сделать герои нашего рассказа. Наша съёмочная группа сняла о них сюжет. Внимание на экран. В своё время Владимир Ильич Ленин писал, из всех искусств важнейшее для нас является кино. Прошло уже более ста лет, а кино является одним из величайших изобретений 19 века. Вот и семья Кармановых такого же мнения. Не так давно они приступили к съёмкам мини-сериала, чтобы пополнить и разнообразить свой контент. Ну что, пойдём познакомимся? Пойдём. Екатерина, а расскажите, с чего всё началось? Ну, началось всё с того, что мы решили сделать дочке канал в интернете свой. Привет, ребята! Вы на канале Латиль Ильза. А знаете, кто у нас живёт? Не знаете? Ручная сорока. Сейчас я вас с ней познакомлю. Начали снимать ролики интересные, весёлые. И потом решили замахнуться на побольше, сделать как бы кино. Екатерина, расскажите, пожалуйста, поподробнее о съёмочном процессе. Сначала мы написали сценарий прежде всего, потом мы поехали, нашли в парке локацию. Снимаем мы абсолютно всё, те же самые в экстейдже, да? Пишем классные, смешные комментарии к этому. Могу показать это. Вот так и началась эта голливудская история. Так наша семья начала погружаться в мир кино. Только вот беда. Температура воздуха в тени плюс 37 градусов. А костюмчик Мишки потеплее норковой шубы будет. Вот и пришлось актёру второго плана, то есть мне, через каждые пять минут разоблачаться и воздуха свежего глотать. А так ничего. Интересно было. Как в кино. В погоне, драке, любовь. Здорово. А как рождаются идеи мини-фильмов? Ну, идей на самом деле много. Фантазия, она безграничная. Главное, чтобы было время для всей этой реализации. А как Лиза, она же маленькая, как она ведёт себя во время съёмочного процесса, не капризничает? А это вот у Лизы и спросите. Лиза, а медведь страшный был? Лиза, расскажи, кто был в роли медведя? Медведь был мой папа. Лиза, расскажи нам, что вы делали на съёмках? Играли, бегали, веселились. А тебе вообще нравится быть актрисой? Да. А кем бы ты в будущем хотела стать? Ветеринаром. Что ж, я желаю вам, чтобы вы достигли чего задумали. Много вам лайков, подписчиков и удачи. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Очень интересно. Благодарю. А как вы думаете, продолжение у этой истории есть? Думаю, нет. Больше родителей на такое не отважится. Смотрим. Поверить не могу, что мы это сделали. Катя, чтобы я ещё раз согласился снимать кино, ни за что. Папа, а завтра ты будешь драконом. Катя, что ты ещё ей на ночь прочитала? Сказку.